Здравствуйте, товарищи! У нас сегодня очень важная и очень интересная и глубокая тема, которая называется так «Советы и отмирание социалистической демократии». Звучит так сказать, как-то затейливо, поэтому надо будет в этом нам разобраться. Вот сразу хочу назвать те пункты, на которых я остановлюсь в лекции и которые станут предметами обсуждения на семинарских занятиях. Первый пункт «Демократия как форма государства». Второй пункт «Рабовладельческая демократия как диктатура рабовладельцев». Третий пункт «Буржуазная демократия как диктатура буржуазии». Четвертый пункт «Социалистическая демократия как диктатура пролетариата». Пятый пункт «Социалистическое государство как полугосударство». И шестой пункт «Советы как органы расширения участия трудящихся в управлении государством диктатуры пролетариата». Советы как органы расширения участия трудящихся в управлении государством диктатуры пролетариата. «Советы как органы расширения участия трудящихся в управлении формы демократии. То есть я открыто и прямо заявляю, что будет рассматриваться и, соответственно, о чем надо тем, кто слушает лекцию, думать и вырабатывать свою позицию. И об этом будет речь сесть на семинарии и, соответственно, какие-то вопросы попадают в то или иное мере куда? В экзаменационный вопрос. Значит, демократия как форма государства. Обычно как люди, незнакомые с наукой, незнакомые, как говорится, с университетами, знакомые с чем? С чем сейчас они знакомы? С Википедией. Раньше со сплетнями, с обыденными мыслями и представлениями, сейчас с Википедией. Вот они туда залезают и что они получают? Буквально расшифровку. Такую не научную, не философскую, не политическую. А какую расшифровку? А вот просто перевод двух слов. Демос – это народ. Кратия – это что? Власть народа. Но мы-то с вами уже знаем, что власти народа никогда не было, не бывает и быть не может. Или другими словами, когда будет власть народа, когда государство станет властью народа, тогда это уже будет не государство. И это не будет государственная власть. А раз не государственная власть, то это уже не власть. Можно сказать «власть мы». Такие тоже допустимые высказывания. Поэтому это, так сказать, фольклор, ничего общего с наукой не имеющий. А что такое демократия, если этот фольклор переводится на политический язык? На политическом языке в народ рабы не входит. Правильно? В рабовладельческом образе. Поэтому это истинная власть большинства народа, потому что народ – только рабовладельцы. Ну и, наверное, ещё есть некоторые свободные граждане там, которые случайно зачесались, их совсем немного, они тоже могут попасть в народ. То есть народом считаются не те, кто создаёт материальные блага, не те, кто трудится от зари до зари, и кто не имеет никаких прав, абсолютно никаких прав, и считается заговорящее орудие. Причём законно. В каком смысле законно? И в том смысле, что записано это в законах письменных, и записано это в практике, установлено. И, кроме всего прочего, как бы этому есть и оправдание. Как получается раб? Вот мы боролись с старшим Павловым. Вот он молодой и здоровый, он меня победил. И хотел меня зарубить, я ему говорю, вот Александр Сергеевич, какой резон вам? Знаете, я сейчас буду на троих еду вырабатывать, значит, вы мне отдадите одну часть, а две части вам. Ну, если надоест вам получать две части, ну, вы меня можете позже и прикончить, потому что мы с ним разговариваем, я тоже был вождь племени, как он, но он победил, ну, что делать? Потому что, если бы он мне попался, я бы тоже с ним короткий разговор имел, но в данном случае попался я. То есть, как бы, вот те люди, которые являются рабами, они должны быть счастливы, что их не уничтожили, потому что они все получены в ходе завоевательных операций, это представители чужого племени, и им не жить. Ну, или, вернее, не от кровожадности это идет, от чего? От уровня производительных сил. Потому что, если один человек может прокормить, а если другая ситуация, открутим назад, пораньше, когда я могу своим трудом прокормить себя, ну, и какой результат? Значит, а он должен еще меня охранять, потому что я же его противник, и я, как только он отвернется, я сразу его попытаюсь реализовать свой приговор о смертной казни. Так ему никакого нет резона иметь раба, такого раба, который будет работать сам на себя, что это за раб? Еще охранять эти рабов. И трястись от того, что они восстание поднимут, а если их много наберется, страшное дело. Вот. Поэтому вопрос о рабовладении мог встать только в ходе развития производства, и благодаря развитию производства, когда один человек мог прокормить несколько. А когда он мог прокормить несколько, то да. Какой тогда резон? Вот я легко его убедил, что ему нет резона меня убивать, право у него остается меня убить, оно и было. Но просто так брать и убивать рабов, ну, такой практики особенно и не было. Причем некоторые рабы даже достигли, так сказать, всяких высот в науках, в искусствах. Правильно? Был драматург, раб. Вот поэтому если брать на устройство, это общество, народом считаются рабовладельцы и свободные граждане. А это не народ, это никто. Говорящее орудие. Как это говорящие орудия включать в народ? Это все тогда, эта формула, власть народа здесь получается. Вот власть народа. Ну, собственно говоря, в этом смысле всякое эксплуататорское государство тоже власть народа. Потому что народом не считается тот, кто является эксплуатированным. Не то, чтобы это не записано прямо буквально, а фактически. То есть, если считается, что вот он должен на меня работать, а я должен сохранить то, что он заработает, чтобы обратно он не забрал, то у нас такое разделение труда, в ходе которого, так сказать, я народ, а он как бы и тут и никто. Правильно? Так получается. Когда вот заговорили о народном государстве у нас в 1961 году, я сказать, была диктатура пролетариата, а мы с вами знаем, что диктатура пролетариата – это диктатура того класса, который выражает коренные интересы всех трудящихся и который беспощадно преследует всякого рода попытку эксплуатировать червей труд. Правильно? Беспощадно. Кто бы это ни делал, даже из представителей самого рабочего класса. Заговорили о народе, то есть есть кто-то выше, чем рабочий класс, есть, значит, кто-то более заинтересованный, но если вот вы малое с большим сложите и поделите их пополам, то у вас будет меньше, чем самая высокая и больше, чем самая низкая. Так и здесь. От того, что вы уберете власть самого передового класса и сделаете такую середину наполовину, как бы среднее что-то, из этого, во-первых, это среднее удержаться не может, потому что не бывает никакого среднего класса. Все эти разговоры про средний класс, которые мы слышим, и сегодня их очень много. В литературе забита просто литература буржуазная. Разговорами о среднем классе, а кто такой средний класс? Это, ну, можно сказать, первого в неграмотности, когда говорят. Это вот те, которые в средний доход получают. Вот те одни много получают, другие мало получают, а эти в среднем получают вот где-то среднее. Вот это средний класс. Разве класс по доходам определяется? Мы-то знаем с вами, что классы, такие группы людей, которые отличаются по месту в исторической определенной системе общественного производства, по отношению к средствам производства, большей части закрепленными или оформленными в законах, по роли в общественной организации труда. И последние только два принципа. По размерам и способам получения той доли общественного богатства, которое они располагают. Сам их хвост ухватили. Вот эта вот теория, которая берет не производство в основу, а распределение, всегда Маркс называл это вульгарной теорией. Это и есть вульгарная теория. И если люди при этом называют себя марксистами, это вульгарные марксисты, то есть не марксисты. То есть, если речь идет о движении вперед, о прогрессе, следовательно, то кто наиболее прогрессивен, того и власть должна быть, если речь идет о решении какой-то задачи. Если речь идет о задании, о задаче преодоления деления общества на классы, кто больше всего заинтересован? У кого худшее положение или у кого среднее положение? Ну скажите, пожалуйста, кто больше всего заинтересован в куске хлеба? У кого его мало или у кого его сколько хочешь. Или в среднем у него. То есть, вообще, насчет средних цифр Маркс вообще говорил, что истина никогда не лежит посредине. Она всегда лежит с краю, на краю. И это, например, относится, вот такие высказывания вы найдете у Ленина, что большевики это какая? Средняя партия в интернационале или какая? Крайне левая. Вот. Есть у нас люди, большевики, знают. Крайне левая партия в интернационале. Большевики крайне левые. А еще, говорят, левее есть, тогда их в кавычки ставят. То есть, они в кавычках, потому что никакие они не левые. Пойдешь дальше пойдешь налево, придешь направо. Это вроде как. Вот Троцкий в этой компании был, и сам эту компанию организовывал. Где сказать, мы за мировую революцию. А как может быть мировая революция в период империалистической войны? Может, сразу во всех странах? Как Маркс считали с Энгельсом тогда, когда не было империализма. Но не Ленин прямо и открыто об этом сказал, написал в империализм как высшая стадия капитализма, что невозможно это в условиях империализма. Не одинаково созревает условие для совершения революции. Не может. Вот, я готов уже делать революцию, а вы не готовы. Ну, меня и задушили. Это будет... Следующего не готовы будет товарищ Бобинов. Поднялся он, мощь на всех раскидал. Потом пришли люди, ему все руки, ноги оторвали и голову оторвали. И сказали, все, достаточно, сиди. И все. Потому что какие условия? То есть, нету соответствующего революционного подъема, нет соответствующей обстановки и так далее. И мы знаем, как блестяще использовали большевики обстановку, которая была создана всемирной войной, мировой войной. Мировая война, с одной стороны, конечно, большая беда для народов, но, с другой стороны, для революции она благоприятна. Почему? Потому что, уж если умирать, так лучше за свои интересы умирать, а не за проливы. Вы за проливы пойдете умирать? Почему проливы? Вам не нравится, что ли? Вам жить больше нравится, чем проливы? Эгоист. Ну, вот это надо нам усвоить, что когда говорят о демократии, имеют в виду не буквальный перевод с греческого на русский язык, а имеют в виду политический термин, научный термин, который означает форму государства. Демократия – это форма государства, которая чем характеризуется? Тем, что высшие органы этого государства являются выборными. А кто выбирает? А выбирает, в общем, правящий класс. Правящий класс в основном выбирает. Кто правит, тот и выбирает. Исключение есть? Нет. Исключением является, например, феодализм. Это точно не демократия, там никакое. Феодальное государство не демократическое. Есть царь, батюшка, он решает, издает законы, самодержится. А раз он самодержится, значит, он это издал, и кто не будет подчиняться его закону, того и государственные принуждения, заставит подчиняться. Мощное бы это государство феодальное, мощное, могучее, способное заставить кого угодно, чему угодно, в том числе и представители других государств, и целое государство захватывали в результате войн, которые были в феодальное время. Поэтому перейдем, значит, следовательно, от определения демократии, как форма государства, к руловодельческой демократии, как диктатуру руководительцев. Руловодельческая демократия была, если бы считать, что никаких рабов нет, а это все и кончается этими руководительцами, то прямо идеальная демократия. Так, все обсуждают, так, много обсуждают. Почему много обсуждают? Потому что мало описанных законов. А раз мало описанных законов, значит, надо выступать. Если я лучше, вот, товарищ Аполлова, выступлю, ну, то у него заберут деньги, а он лучше меня выступит, то у меня заберут деньги. Надо в Красном университете так сделать, тогда, если на зачете хорошо выступишь, деньги дают, нехорошо выступишь, отнимают. И тогда мощная будет организация по отъему денег этот Красный университет. И мощно будет стоять в государстве очень прочно, поскольку на таких основах, как построены все другие организации мощные, экономические, которые все отнимают у людей и дают тем, кто их организовал, то, что надо. Вот если я вздумал лотерею организовать, как? 60 процентов, значит, денег пойдет мне, а 40 процентов мы распределим. И боятся они между собой, и там борются. Вы не делали лотерею? Вот я присутствовал, очень интересно было смотреть, я приходил на матмех, где я преподавал, вел там политкономию для математиков, и в это время у метро Василиостровская лотереи были. Значит, в оранжевых фуражках, в оранжевых куртках тетеньки такие бойкие выступают, говорит, лотерея. Если проиграешь, если проиграешь, то не выплачиваешь ничего. Возвращаем деньги. Возвращаем те деньги, которые ты затратил на лотерейный билет. А потом вошла еще, еще одна лотерея рядом, конкурирующая, лотерея БИС. Значит, участвуйте, покупайте билеты. Если проиграешь, деньги возвращаем и премию. Народ пошел набирать эти билеты. И вот, значит, один ты мне эту картину и наблюдал. Значит, человек ничего не выиграл, ему деньги отдали, вот, а значит, говорят, а где это? Премия. А вот и премия вам сейчас, зубную щетку. А денег он много давал. А то есть деньги возвращает когда? Когда? Когда ты проиграешь. А ты выиграл. А что ты выиграл? Зубную щетку. Так. Ну, о рабовладельческой демократии мы с вами говорили, что поскольку она диктатура рабовладельцев, это ее сущность. А форумы? А форумы красивые, конечно, выступают на форуме. Вот у нас всем тоже нравится форум, даже некоторым членам Рабочей партии России. Будет форум, будем там выступать, говорить, говорить, выступать, а делать что будем. Но это уже менее интересно, потому что делать не все получается, а сказать получается гораздо больше. Так что лично я отношусь к этому форуму скептически, потому что ну как-то надо умерять количество, так сказать, разговоров с количеством работы. Вот сказать, что у нас не работают люди, никак нельзя. У нас много работают люди в партии, но сказать, что уж прямо так все у нас получается, что нужно вот сидеть в форуме и обсуждать. Это напоминает первые годы советской власти. Ну там хоть власть была, а в первые годы советской власти никак не могли построить экономику, потому что все обсуждали, как решали, как будем строить экономику. И пришлось собирать съезд РКПБ 9, который решал вопрос единственный о коллегиальности и о едином начале, единоличии, так раньше говорили. И принял решение, что во всех хозяйственных вопросах единоличие, потому что иначе концов не найдет. Потому что если вот мы вместе с товарищем Павлом, я уже его привлекаю, он зря сел тут с правой стороны. И меня привлеките. А вас я вот тоже привлекаю. Значит, что получается в этом случае, если мы коллегиальность обеспечиваем? Значит, вот они, первый заместитель, это второй заместитель. Мы все вместе решали, нарешали. Но меня, естественно, наказали, если я руководитель. А эти товарищи не на сходьбах не. Поэтому, а что решали? Как будем рубашки выпускать? В клеточку или в горошек? Вот я был за то, чтобы в клеточку, а товарищи были за то, что в горошек, потому что горошек круглый. А я за то, чтобы в клеточку, потому что клеточка квадратная. И вот так и решали, и много было обсуждений, и страна прямо, страна, в которой разруха. Вроде революцию сделали политическую, надо строить все. В это время обсуждают, на каждом уровне обсуждают, но никто не отвечает ни за что. Безответственность полная. И приняли решение однозначно. Съездом. Что все, все вопросы экономики решается единолично. Соответствующими ответственными на этих постах. И, наверное, вы знаете, что с тех пор у нас есть вот коллегия министерства. А кто отвечает за решение коллегии? Министр. Министр. Больше никто. Проводится приказом министра это все, а не решением коллегии. Решение коллегии никто не видит. Это вы могли решить, а вот министр какой приказ подписал, то и будет. Он не обязан соглашаться с решением коллегии, со другими своими замами. Иначе производство вообще не идет. Одни говорят, надо чайники делать вот с таким загибом этого носика. А другие говорят, вот с таким загибом носика. Ну, просто захлебнулись в этих обсуждениях. Съезд собирали. Поэтому он малоизвестный, этот съезд. Никаких таких крупных теоретических вопросов, кроме вот этого вопроса, там не было. Но сражались насмерть. И победили те, которые за эти наличия. Ну, если есть министр, он должен отвечать и выполнять. Здравствуйте. Третий вопрос, который у нас есть. По поводу владельческой демократии, любые можно читать описательные вещи, как она выражалась. Например, вот к чему объясняется такой расцвет ораторского искусства. Вот если вы хотите научиться ораторскому искусству, то обращаться надо не к тем, кто написал книгу о ораторском искусстве в 21 веке. Потому что в 21 веке все решается не словом, а решается или деньгами, или другими махинациями, или печатью, или какими-то государственными чиновниками. Поэтому, если вы думаете, что от вашего выступления вы пламенно выступите, и сразу все повернется. Ничего не повернется. Почему? Потому что здесь уже другие двигатели. Хотя это выступление имеет смысл, имеет значение и так далее. Но такого значения, когда от этого зависела жизнь и смерть, и решение всех хозяйственных и прочих вопросов, как это было в древней Греции или в древнем Риме, такого бы уже нет. И вот когда Цицерон выступал, так вот он так должен выступать, чтобы за него проголосовали. Мы тоже должны так выступать, чтобы за нас проголосовали. Учиться у кого надо? У Цицерона, потому что вот он был в таком положении, когда от того, как ты выступаешь, все зависит. И поэтому Цицерон учил, что надо обязательно написать. Написать и не читать. Вы видели, чтобы Ленин когда-нибудь читал? Видимо, он слабо готовился, поэтому читал, не подгазал текст, а Сталин, чтобы читал. Видели? А Брельнев, чтобы не читал. Видели? Но Хрущев, ему и читать нечего, он, так сказать, ему сказать нечего, болтал. Но болтал в определенную сторону. Поэтому в какой был рецепт? Не читать. Если вы написали и положили, ну вдруг с вами что-то случится, ну достанете и прочтете какую-то строку, у вас не будет, знаете, как бывает, встал человек, запнулся и минута проходит. Вторая думает, это пауза творческая, потом уже не творческая, потом уже потом берет и уходит и все, пропал человек. Это раз. Второе, что советовал Цессарон, начните, всегда начните с неважного. Вот, допустим, пришли у нас лекции. А почему вы правую руку прикладываете к правой щеке? Вы бы взяли и приложили ее к левой щеке. Народ сразу заинтересуется. Тут он как только заинтересуется, мы ему тему. Советы и отмирание социалистической демократии. Можно про кошку какую-нибудь начать рассказывать. Когда в зал шумят, что-то свое говорят, никто не слушает. И вот начинаешь какую-то лабуду говорить. Все говорят, слушайте, начинают уже толкать, смотреть, что они еще говорят. И как раз тихо все стало, тихо. А так вы будете такие, тише, тише. Никто у вас не будет. Кто вы такой вообще? Командовать. Это же народу столько. Вы же за демократию. Это народ. А вы кто? Один человек. И чего кричите тише? Это вы должны тише себя вести. Зачем ссориться-то с публикой? Поэтому вдруг публика все слышит, все хорошо. Второе. Начать с сильного надо. Потому что иначе, ну когда вот это первое прошло, которое, так сказать, для начала разговора, которое заставляет слушать людей. Но если они слушают всякую чепуху, будут отвернуться потом. Значит, надо начать с серьезного и глубокого. И второе, что надо сделать, заготовить окончание вашей речи. Вот окончание нужно очень здорово заготовить. Чтобы вот вы в конце так выступили, что это заставило об этом запомнить на всю жизнь. Ну в середину все слабые аргументы затолкайте свои, какие у вас есть. Их никто не заметит. Человек ведь доказывает, доказывает, доказывает. И по последним аргументам видно, что фундаментально он все доказывает. Или наоборот получилось. Все хорошо, хорошо, хорошо. Потом была мощная река такая. Она потом превратилась в ручеек, потом в струйку. А потом она потерялась в пустыне. Знаете, как бывает? Есть такие реки в пустынях. И все на том. Вот это чтобы не было. Ну и вот три трассата об араторском искусстве. Кто хочет научиться, то берите, читайте. А вот эти люди берут какую-то книгу какого-то Иванова или Петрова или Сидорова, которые в 21 веке рассказывают, как надо выступать. Да как надо выступать? Это сейчас от выступления что, зависит что-ли что-нибудь? Ну кое-что зависит, конечно, но не такой, в нерешающей степени. Если вы думаете, что сейчас я лекцию прочитаю и народ пойдет сейчас скандировать, что демократия – это всегда форма государства, я думаю, это было чрезмерно уже так полагать. Так, ну насчет того, что буржуазная демократия – это диктатура буржуазии, я думаю, что вы меня освободите от такого глубокого раскрытия этой темы, потому что я думаю, что всем присутствующим это ясно. Потому что у кого в руках типографии, у кого в руках издательство, у кого в руках бумага, у кого в руках все рычаги воздействия на население, включая и интернет. Ясно, что он… Ну как, рабочие у нас сидят в интернете? Блогеры – это рабочие? Может, крестьяне это? Я думаю, что крестьяне там пашут. Поэтому понятное дело, что буржуазная демократия – это диктатура буржуазии. Советую вам внимательно прочитать и изучить одну работу Ленина на эту тему, которая называется «Выборы в учредительное собрание и диктатура пролетариата», том 40-й. «Выборы в учредительное собрание и диктатура пролетариата». Вот появились данные о выборах в учредительное собрание, которое анализирует Ленин в этой работе. А по этому поводу столько было шума в буржуазной России, что вот будет учредительное собрание, оно все решит. Но собрание может все вопросы жизни решить? Собрание? Не может оно решить. Но такое было всеобщее представление. И просто столько разговоров. Если бы большевики сказали – нет-нет, не будем собирать учредительное собрание, ни за что. Смели бы этих большевиков. Большевики твердо сказали – соберем учредительное собрание. соберем. А в процессе собирания надо было еще разъяснять, что собрать-то мы соберем, а что это будет за собрание, и как вообще это в буржуазном обществе, а обществу от того, что у вас власть у вас советская, социалистическая, а экономика у вас буржуазная, поэтому пока особенно нечего говорить, поэтому пока во всю разгул еще буржуазной идеологии. И вот вооружившись всеми этими данными о выборах, Ленин показывает, что большевики заняли прочное второе место. Какой сделает этого вывод буржуазный демократ, значит не видать им власти, как своих ушей. Правильно? А какой сделали вывод большевики, значит, если второе место уже имеем в буржуазном обществе, где все определители воли в руках буржуазии, где все от нее зависит, это значит, что надо взять в руки государства и использовать для агитации, потому что только сумасшедшие не понимают, чтобы власть осуществлять, надо на своей стороне иметь большинство народа, привлечь. Ну как вот я вот в дискуссии, вот в обсуждении, я не уверен, что я вот сейчас вот только этим привлеку, а вот когда будет власть, вот тогда совсем другой разговор. Кто не согласен с этой властью, пожалуйста, на выход и весь разговор. Совсем другая аргументация, простая и понятная, как стекло, прозрачное. Поэтому Ленин показывает, что и доказывает, это всем понятно, что в буржуазном обществе господствует буржуазная идеология. Оно перестанет быть буржуазным только в середине 30-х годов, правильно, в буржуазном обществе. Еще до этого 18 лет. А в буржуазном обществе, конечно, господствует буржуазная идеология. Поэтому, если вы рассчитываете на то, что вот вы просто переубедите при государственной власти, при буржуазных определителях воли, что вы вот победите на выборах, но вы наивные люди. Наивные. И вот эта наивность, она самая распространенная у нас. Сейчас вот готовится новый выбор, и кто победит на выборах? Одно слово. Кто? Да, вот Саварин знает. У нас, наверное, даже красную рубашку, ангелсов сказать. Твердое, веское слово. Буржуазия победит. Я думаю, вы нас обрадуете, скажете, сейчас мы победим на выборах, и будет хорошо, мы уже хорошо высказались, мы уже готовы почти. Нет. Вот в этой статье это убедительно показано. Если вы думаете, что в условиях буржуазного строя можно победить на выборах, то это несусветная глупость. Никогда это не было, не может быть, и никогда этого не произойдет. А вот то, что для того, чтобы быть властью, надо иметь на своей стороне большинство народа, это да. А как получить большинство народа? Очень просто. Вот мы уже второе место имеем, теперь мы берем власть, рабочая класса берет власть, а с помощью власти мы отбираем у буржуазии газеты, все ее органы, так сказать, воздействия людей. Отбираем у нее средства, отнимаем у нее богатство, даем красноармейцам все эти сапоги, которые были лишние у представителей буржуазии. Красная армия побеждает, и мы имеем на своей стороне большинство народа. Большинство народа было завоевано. Когда? Особенно, когда Ненекин пошел на Москву. Он шел на Москву, отбирал земли у крестьян и вешал крестьян, которые начали ее обрабатывать. А значит, по мере продвижения к Москве просветлялась голова крестьянина. Значит, большевики землю дали, землю уже разобрали, распахали, засеяли, а тут раз, кормильцев убивают, землю снова отбирают, и по мере движения к Москве все хуже, 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 хуже в Деникину дело. И потом погнали этого Деникина, а вы же знаете, как переходили из красной в белой, из белой в красной, вот все в красной стали переходить, в красной все больше, в красной. И погнали Деникина, и так его в море, кто смог забраться на корабли, уехали. Гражданская война и закончилась. Поэтому заканчивается гражданская война не потому, что выступил Ленин, и речь сказал, а потому, что народ убедился в правоте большевиков. Но для этого нужно было этому народу дать землю или сказать, что советы могут землю распределять по едокам. Вот это вот, хотя земля осталась государственной, и это вот решило дело. То есть мы с помощью государственной власти, как буржуазия с помощью государственной власти обеспечивает свое большинство, она, имея меньшинство, с помощью государственной власти привлекает на свою сторону большинство. Когда мы заберем буржуазную, эту власть, ее разгромим, мы сделаем свою власть, то мы тогда будем иметь средства для решения этого вопроса. Я не знаю, почему эта статья не пользуется таким большим успехом, потому что она разрушает самые светлые люди, такие чувства, какие есть у избирателей в нашей стране и в других странах мира. Потому что она говорит, что никакими голосованиями, никакими, так сказать, в том числе при наличии каких угодно партий, даже самых большевистских, во главе с такими людьми, как Ленин, при голосовании нельзя получить большинство. Потому что большинство в буржуазном обществе в головах имеется, в большинстве голов буржуазная идеология. Но вы хотите переделать буржуазную идеологию, не имея власти? Идеологию людей? Это несерьезно. Вот сконцентрирует тех, у кого уже идеология пролетарской или склонна к пролетарской, и как-то им посодействовать, помочь и так далее. Ну вот буржуазист мой, да, и пожалуйста, вещайте, пропагандируйте, организовывайте, ничего у вас не получится. И спасибо ей за то, что она так считает. Так что вот большевики-то, они знали, что делают. Поэтому и захватить власть не надо. Ленин говорил, вам нужна власть буржуазная, вы хотите ее захватить, товарищ Дмитриев? Если вы захватите буржуазную власть, вам, ух, вам будет тяжело. Вам будет тяжело, потому что будете не здесь сидеть, а в другом месте сидеть. Если вы захватите. А мы ничего не захватываем, мы же собираемся построить свою власть. Это совсем другое дело. За строительство, за инициативу. Разве можно кого-то наказывать? Вы какой у вас комитет? Какой-то антигосударственный или инициативный? Ну все тогда. А так я чувствую вас по накачке, что это у вас инициативный комитет. Но лучше с ним не сталкиваться. Так. Ну я думаю, что для присутствующих вопрос, для тех, кто занимается в Красном университете, для тех, кто уже следит за деятельностью Красного университета. Значит, это ясно. Это ясно, как божий день, что при буржуазной демократии власть нет. Поэтому зачем бояться вот такие партии, как вот партии большевиков? Ну и особенно их никого преследовали-то. СССРов, они же социалисты и революционеры. Это страшные люди. И социалисты и революционеры одновременно. А это что, социал-демократы? Что-то говорят. А это у вас что там? Тыр-пыр? Что-то рэ-пырэ? Тыр-пырэ. Ну тыр-пырэ кого это волнует? Никого не волнует. Ну ты обучаете, какой-то фонд создали там, содействие обучению рабочих, которые содействуют нравственному развитию. Вы против нравственного развития рабочих? Нет. Ну так, а вы? Ну хорошо. Тем более без фиксированного членства. Так что счастливый путь. Четвертый пункт. Социалистическая демократия как диктатура пролетариата. То есть некоторые товарищи, непривыкшие к диалектике, они как, значит, вот демократия, вот диктатура пролетариата. И как нам это сюда наложить, так наложить, как их сложить? Это две, два понятия или что? Как они соотносятся с социалистической демократией как диктатура пролетариата? Ну у нас уже на этот вопрос, я думаю, есть люди, которые ответят. Вот вы можете ответить? Одно и то же. Одно и то же. То есть это зря, это лишь лишние слова мы употребляем. Придумали два слова, чтобы народ запутывать. Понятно, это кто придумал? Буржуазия. Если это одно и то же. Интересно, меня вот зовут Попов. Ваша фамилия как? Вот видите, у нас разные, а вы за не одно же и то же. Ну я могу сказать, я человек, и вы человек. Это способ осуществления как раз-таки осуществления этой демократии. Что, диктатура способ? Значит, возвращаемся к вопросу один. Что такое демократия? Это же государство, это форма государства. Демократия – это государство. А диктатура пролетариата – это форма государства или сущность государства этого? Так сущность-то противоположная буржуазному государству. Вот сущность рвовладельческого государства какая? Эксплантация. Нет, не эксплантация, а диктатура рвовладельцев. Сущность диктатура – это демократия. Кто демократия? Вы не демос, если вы, вот я рвовладельец, и вот товарищ Бобин, а вы все тогда вообще никто. Вот мы демос, нас двое. И сколько там вас, это нас совершенно не волнует. Ну если это рвовладельческое общество. А если это у нас буржуазное общество, надо вас всех убедить. Короче говоря, кто за нас будет голосовать, деньги получит. Кто не будет голосовать, не получит. Чет, голосуем. Все, хорошо. Так, то есть, надо запомнить, что сущность всякого государства – это диктатура правящего класса. Можно это запомнить, одну мысль? А это вот тут много всяких пунктов, а мысль-то вообще одна. Что диктатура – это сущность всякого государства, диктатура правящего класса. Вот какой правит класс, таково и государство. А как это называется? Хотите называть ее демократическое, хотите называть ее народное, народно-демократическое. То есть, народ умножить на народ. И еще смазать демократией. Вот были народно-демократические страны. Или, допустим, страны социалистической ориентации. Что такое страна социалистической ориентации? Кто скажет? Да ладно, не придумывайте. Да ну что вы, это вот те страны, руководители которых приехали к Брежневу деньги просить, говорят, у нас страна социалистической ориентации, дайте денег. У вас страна социалистической ориентации, вот нам деньги. Ничего не приезжали. Судан приезжал, приезжал. Ну и другие приезжали, давали. Как называлась Индия, знаете, как называлась? Полное название. Не знаете. Социалистическая светская республика Индия. Ну почти советская, только на одну букву отличается. А Ливия как называлась полностью? Тоже не знаете. Ливийская арабская народная джамахерия. Ой, социалистическая. Ливийская арабская народная социалистическая джамахерия. А чего вы удивляетесь? Мы должны удивляться. Вы удивляетесь после того, как национал-социалистическая рабочая партия оказалась фашистской? Как после этого можно удивляться названием? Названия в политике нужны для одурачивания народа. Больше ни для чего. Национал-социалистическая рабочая. Хорошо же звучит это, да? Ну вот последняя только, вот первая вернее, национал. Национал тут как-то что-то национализмом попакивает. А все остальное национал-социалистическая рабочая партия Германии. Той Челанд. Ну что после этого, после того как были газовые камеры, когда эти национал-социалисты рабочие, сжигали рабочих. Ну после этого как-то можно научиться, что в политике использование слов это самое распространенное явление для одурачивания. Но тем более, что мы только что вот с вами выяснили, что при большинстве эксплуатируемых, господство эксплуататоров может быть только благодаря обману. Надо же обманывать, постоянно обманывать, а когда все время обманываешь, это похоже на правду. Все так говорят. В науке-то другой принцип, истина одна. Сколько там говорит, это не имеет значения. Два человека, три человека, сто человек, ну дважды два-четыре, оно не зависит от того, сколько у кого в кармане. Хотя есть такой анекдот, как встречается новый русский, очень богатый, со своим товарищем по классу, в школе вместе сидели. А товарищ по классу сейчас, профессор, доктор физико-математических наук заведует кафедрой математики. И этот заведующий кафедрой математики спрашивает, слушай, вот расскажи мне так подтрунивает. Ну как вот ты, ты же не мог два на два умножить и два плюс два сложить. Ну как ты вот с таким богатым стал? А тот смотри, ха, как? Я за два доллара покупаю, за четыре доллара продаю, и на эти два процента и живу. Секрет. Ну кто нам рассказывает про власть народную? Власть народную, кто нам рассказывает про власть народную? Люди, которые или оторвались от народа, как при хрущеве, оторвались, да более того, расстреливают рабочих, Новочеркасский расстреливают, и еще, так сказать, и у нас нашлись люди, которые, так сказать, оправдывали, дескать, ну ничего такого страшного. Ну подумай, что стреляли рабочих. Вот я думаю, что те, кто приехали из центрального комитета Новочеркасска, а приехали не слабые люди. Фрол Романович Козлов, который у нас известен был как крупный руководитель Ленинграда, и известный по торговле. А? Микоян. Микоян, Анастас Иванович Дорогой. Вот эти два человека из самой вершины партии, из полюберро, приехали, чтобы лично, лично одобрить этот самый расстрел рабочих. А потом вдруг в РПР появились некоторые люди, которые, да ничего такого страшного. Это ни о чем не говорит. Все равно диктатуру предпрятать, а просто рабочих убивать. Интересное понимание диктатуры. Вот, так что это вот... То есть это такой вопрос, на самом деле, с точки зрения такой логики, тут все ясно. А с точки зрения того, как это в жизни получается, в жизни получается, что вот этот обман, постоянный обман, он закрепляется. Он закрепляется, и некоторые люди его не могут разоблачить. То ли не хватает у них знаний теоретического, то ли не хватает твердости определенной. Ну вот, во всяком случае, вот так. Ну, знаний точно не хватает, потому что... Это вот я вам замечание делаю. Если вы не знаете, что диктатура предпрятая, то сущность государства, это вот, это плохо. Потому что об этом-то уже речь точно шла у нас. Сущность. То есть, а что такое сущность? Она сущность, это же отрицание формы. То есть, это не форма. По форме совсем другое. Все тут такое написано, там слово диктатура никогда не увидишь. Только большевики это вытащили наружу. Все остальные страны, кроме Советского Союза и социалистических стран, все остальные страны никогда не пишут, что у них диктатура буржуазии. Вы видели хоть одну страну, скажем, что Соединенные Штаты Америки, а страна диктатура буржуазии? Ну, это было бы по-честному написать. Ну, разве кто-нибудь так пишет? Нет? Не пишут. Они говорят, у вас тут вот вы нарушаете законы. Да это мелочь, даже если нарушают, по сравнению с тем, что у вас диктатура буржуазии и в глубоком меньшинстве находится. Так, а вот социалистическая государство. Оно является диктатурой буржуазии? Да или нет? Если оно диктатура буржуазии, то оно социалистическое, а если оно не диктатура буржуазии, то оно и не социалистическое. Даже если и называется социалистическим, как вот, например, социалистическая и светская Республика Индия. Светская. Почти советская. Немножко там отличается буквой. Поэтому, когда речь идет о социалистическом государстве, нам надо смотреть, есть диктатура патриата или нет. Вот у меня сейчас есть студент из Китая, который пишет курсовую на тему диктатуры патриата в Китае. И он там употребляет там слова «народное государство», мне приходится объяснять, что никакой, но не народный. И что само это слово «потребление» уже один раз китайские товарищи критиковали советских товарищей за то, что они вместо диктатуры патриата говорят о каком-то народном государстве и о советском ревизионизме. Но это вот освободиться от ревизионизма тяжело, и даже тем, чьи руководители и критиковали советских ревизионистов. Потому что что такое ревизионизм, кто скажет? Течение в марксизме, которое вредит марксизму и изменит его. Течение в марксизме, это вы так авансы дали этому ревизионизму, это течение в марксизме, то есть это марксистское течение. Красиво, красиво, это вы дали его представили, поставили. Да, Дмитрий, что-то это… Оно кажется марксистским. А вот это другое, это кажется. То есть по виду марксистское течение, по виду марксистское, а на самом деле это течение внутри марксизма, а не марксистское. Вот у вас внутри яблоко есть червяк. Вот это внутри яблоко. Вы скажете, что это яблочное что-то? Все-таки это червяк. Так вот, не марксистское, не течение марксистское, а течение внутри марксизма. Внутри оно, но не марксистское. Оно антимарксистское. Антимарксистское течение внутри марксизма. Течение внутри марксизма враждебно марксизму. То есть ревизионизм – это вот Вот страшное дело, то есть уже так просто людей не обманешь, так сказать, если им скажут, что мы вот выступаем за эксплуатацию, за диктатуру буржа. Нет, нам это не подойдет. Хорошо, мы выступаем за светлое будущее всего человечества, тем более, что вас уже не будет в этом светлом будущем, потому что вы умрете досрочно и пенсию не получите, а мы останемся. Вот, так что мы за светлое будущее всего человечества, но для этого надо, чтобы быть самые инициативные, креативные люди, а кто креативный? Кто себе бизнес сделал, тот креативный. У вас есть бизнес? Нету, значит, вы не креативный, а у вас тоже нет бизнеса. Как-то собрались люди, лохи какие-то все, а вы мне скажете, а вы сам лох. Сидит столько лет, говорит, профессор и никакого бизнеса не создал. Так это по критериям нашего общества, так что, черте что, еще и лекции что-то читают, народ сбивает с толку. Ленин по этому поводу говорит, как обыватель описал бы жизнь Чернышевского. Ну, что, говорит, всю жизнь боролся, ничего не добился и под конец жизни угодил на котру. Вот, говорит, Чернышевский. Ну, так, говорит, злостный враг вообще революции, злостный враг народа такой, скажут. А на самом деле, если бы не такие, как Чернышевский, не такие вот подвижники, которые начинали эту борьбу, не было бы нашей победы, нашей революции. Не было бы. А во внешнем виду, вот, казалось бы. Значит, это мы твердо с вами усвоили, что диктатура – это сущность государства. Поэтому, а вот сущность социалистического государства – диктатура пролетариата. А раз диктатура пролетариата, значит, ее осуществляет. А кто осуществляет? Это написано в работе «Великий почин», что определенный класс, то есть класс может всех рабочих, а есть класс, по-прежнему, заводских рабочих. Это же вопрос классификации, правильно? Вот я могу взять всех, кто здесь присутствует, и расклассифицировать преподавателей в одну сторону. Я вот здесь окажусь один. А слушателей – вот здесь два. А если это ботаника, а вот это вот бабочки, а это вот членистоногие, а это парнокопытные. Это разные, это тоже классификация. Классификация, деление, вы не можете изучать, это миллиарды, миллиарды комаров и червей. Надо их классифицировать, делить на классы, и только так изучать. Так это везде классификация, во всех науках. А здесь тоже классификация в общественной науке. И кто ее первый провел? Терри, Мене и Гизо. Да, Терри, Мене и Гизо. Французские буржуазные историки разработали теорию классов и классовой борьбы. А Марс говорит, а я только связал с определенными фазами развития общества. А английские экономисты, имеется в виду Адам Смит и Риккардо, они тоже показали экономическую анатомию этой классовой борьбы. А вот что касается, говорится, меня, говорит Марс, а вот я указал на связь этого государства, диктатуру обитряда, диктатуру обитряда с определенными фазами развития общества, классовой борьбы. И суть моего учения в том, что диктатура обитряда будет идти до полного уничтожения классов. То есть кто-то, кто против диктатуры обитряда на пути к уничтожению классов, тот против коммунизма. То есть антикоммунисты, те, кто говорили о народном государстве и выбросили диктатуру обитряда. Если бы товарищи были вот эти, которые на съезде у нас учились бы в университете, они бы у нас все получили двойки. А вообще их надо было бы выгнать всех из партии, всех, тех, кто проголосовал на съезде за изъятие из программы диктатуры пролетариата. Но, Ленин, в работе государства революции показывает, что это уже пологосударство. Почему? Нет противоположного класса. Нет противоположного класса, на который надо систематически подавлять. А что надо подавлять? А надо подавлять любые действия, которые идут против интересов рабочего класса. Любые. Почему? Потому что если интересы рабочего класса – это некая критерия и основа движения вперед, то все действия, которые бы не осуществлялись, в том числе со стороны рабочих, как немало, говорит Ленин, было, горсток и групп рабочих, хранящих капиталистические замашки, которые старались дать обществу поменьше и похуже, а взять обществу побольше и получше. Но это было бы оправдано, когда они работали на капиталиста. А теперь они работают и имеют дело с социалистическим государством, они продолжают эти самые капиталистические замашки свои осуществлять. Поэтому раз тут уже нет подавления целого класса, то это уже пологосударство. То есть нельзя сказать, что оно какой-то класс подавляет. Нельзя сказать, уже подавило. Уже подавило. Социалистическое государство в ходе строительства социализма подавило все эксплуататорские классы. Осталось деление между рабочим классом и колхозным крестьянством. Осталось деление между людьми, физическими людьми, общественного труда. И преодолеть дело очень долгое. И что стоило Марксу или Энгельсу или Ленину? Взяли и написали, в каком году будет это пришествие коммунизма. Они вот не говорят. Ну слабые, наверное, теоретики были. А вот сильный теоретик Хрущев, он написал, что через 10 лет будет первая фаза. Хотя первая фаза была, когда у нас построена коммунизма. Да, в 1936-м коммунизма. Первая фаза коммунизма была построена. Потом шло развитие этой фазы коммунизма. И сколько я должна была выйти в развитие, а никто не скажет. Это очень тяжело. Выйти из классового общества. Хотя общество уже... Это классовый социализм, классовое общество или бесклассовое? Классовое. Ну, где-то вы такое прочитали? Вот это быстро расскажите. По отношению к труду общественному, классовое общество. То есть вы с Лениным решили порвать? Почему порвать? А почему? Вот Ленин написан в Беликом Почени. Давайте с вами поспорим на тысячу рублей. Больше я... Там оно так написано. А написано у Ленина следующее. Социализм есть уничтожение классов. Читали? Есть. Так социализм классовое общество или социализм есть уничтожение классов? Уничтожение классов. Это противоположность классовому обществу или нет? Я не могу сказать о другом говорю. Я говорю о другом. Вот я и чувствую. Вот вы о другом. Вот вы о другом говорите. Если вы вместо ответа на поставленный вопрос будете говорить о другом, это называется уклонение от ответа. Прихождение получается. А? Классовое общество. Это получается противоположность. Не забывайте, что... Не забывайте, что... Это не проблема. Это противоположность. Противоположность. Социализм. Это уничтожение классов. Он противоположен делению на классы. Вот сам суть социализма, сущность социализма в уничтожении классов. А если это классовое общество, то сущность его в делении на классы. Это вот такая вещь, которая, ну, должна быть, ее ты разве не увидишь. Человек, который не изучал диалектики, он вот читает и это не замечает. И все написано у Ленина. Уничтожение Е. Да, уничтожение Е. Уничтожение к уничтожению класса. Да, да. И не только движение. Это такое общество. Это такое бесклассовое общество. В котором деление на классы еще полностью не уничтожено. Что, ну, вот? Это если бы вы сказали, вы бы сказали, ну, вот. А это я же сказал. Вот в чем дело. Мы говорим, что общество по-прежнему остается. И я говорю, что я прав, а вы не правы. И дело не в том, что я прав, а дело в том, что надо выразить противоположность. А противоположность вот так выражается. То, что я сказал, это практически повторение тезиса о том, что социализм – это неразвитый, неполный коммунизм. То есть такой коммунизм, который что делает? Отрицает отпечатки старого струя. Так вот то, что еще не полностью уничтожено классы, это отпечаток капитализма, а не капитализм, не классовое общество. Это бесклассовое общество на том этапе его развития, когда еще различия между классами остаются. И различия существенные, мы знаем по каким вопросам. Не по отношению к средствам производства, уже нету. А что еще? А другие? А вот по размерам и способам получения отличаются. И по роли в общественной организации труда. Одни вот целыми днями работают, выполняют функцию физического труда, а другие, так сказать, всю жизнь. Они как бы для общества, но развивают себя и свое сознание, и знания. Советский Союз не развалился, его развалили. Вы опять ушли с позиции классовой борьбы, дорогой товарищ. Как это он развалился? Ну как вот такой плохой, дурацкий, дурацкий. Это борьба в общественном, не велась вот этой вот разделение? Да, не велась. Когда не велась? Она пристали не велась. Пристали не велась. В какой форме и как? В самой острой форме. Какой? Во всех формах велась. Во всех формах велась. Это не форма борьбы, она как бы не имеет отношения. Что-что? Уменьшение времени рабочего. Как это не умею? Вот даете. Различие между людьми и физическим. Умственное, физического труда, прежде всего, выражается в том... Физического труда продолжают трудиться. Вот смотрите, вот вы сколько... Вот вы сколько... Вот смотрите. Борьбы никакой не осуществляется. Как это никакая? Большая борьба была. Нам пришлось даже потом в 27-м году сделали... В 27-м году сделали... Сделали мы 7-часовой рабочий день. А потом должны были перед войной снова ввести 8-часовой. Почему? Из-за борьбы мировой буржуазии. Потому что надо было готовиться к войне. Нас вынудили вернуться назад. Потом снова движение это началось. А потом остановилось. Если бы ввели даже 4-часовой рабочий день, это было бы всего лишь следствие... Если бы мы ввели... Борьбы с неравиотом к отношению. А что, производительность труда без борьбы получается? Как у вас все просто получается? Ввели, ввести, не ввести? Производительность труда борьбой решается этот вопрос. Колоссальный. В науке борьбой, в образовании борьбой. Надо было сделать, чтобы повысить производительность труда всего народа. Надо, чтобы народ был образованный. Не 4-летнее образование, не 7-летнее. А что сделали вот хрущевцы? Они среднее, всеобщее среднее образование убрали и сделали какое? Основное среднее. Сколько лет? Сколько лет основное среднее образование? 8. 7. А? 8 на сколько лет? 9. Не пойми. Основное среднее. То есть 10 лет не надо учиться. Это не обязательно. Михаил Васильевич, разговор идет, как бы, ваш оппонент о другом. Сколько ни сокращай рабочий день, физический труд остается физическим трудом сейчас. А вот это как раз? А вот это не больно, собственно. Это говорит товарищ, который не додумывает свою правильную мысль до конца. А если додумать правильную мысль до конца, то получается, как только в рабочее время будет меньше свободного, значит, то, каким является человек, будет определяться не тем, что он делает в рабочее время, а тем, что он делает в свободное время. А у нас сейчас с вами такая картина, что вы с утра до вечера занимаетесь физическим трудом, чтобы меня, в том числе и меня, обеспечить. А я все время занимаюсь только умственным трудом. И поэтому особенно возгордиться не могу по поводу того, что я, видите, это места прочитал несколько раз, а вы не успели прочитать. А в чем дело? А в том, что вот, так сказать, надо сделать такие возможности для развития. Вот вы, может быть, талантливы несколько раз, чем я, а возможности у вас меньше для развития своего таланта. Почему? В силу того неравенства, которое есть в обществе. Михаил Ильич, тут проблема немножко в другом. Допустим, хорошо, в мое время выспытался, я свои таланты проявил, но, к сожалению, вот для того, чтобы это время выспыталось, помимо того, что у меня придется повышать производительность своего труда, ну, соответственно, чтобы, ну, и общество затрачивает по себе, чтобы освободить это время, еще появляется вторая проблема, это надо преодолеть ваше сопротивление. Мое сопротивление преодолеть вообще невозможно, потому что, вот смотрите, как я сейчас, сейчас я вам, сейчас я вам продемонстрирую. У нас по расписанию, у нас по расписанию сейчас перерыв, и это невозможно преодолеть, раз. Во-вторых, после перерыва у нас будут ответы на вопросы, и вы можете задавать мне вопросы, а я буду на них отвечать. И мы можем продолжить эту самую тему, проблему, если это у вас есть. Хотя вы должны выдвинуть какую-то идею, пока идея, я у вас не понял, что пока у вас идея такая, что у вас ничего не получится. Это идея буржуазная. Нет, не шел делать. Я знаю, как это озвучиваю. Перерыв. 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 После перерыва. Михаил Васильевич станет к станку. Что, что, что? А Михаил Васильевич станет к станку. Он уже стоял у станки. А я ему говорю не в станки, потому что он... Что стоял? В станку. В станку. Ну-ка я в станку. Он в станку, ребенок спрашивает. Михаил Васильевич, по счастливой случайности, вот три года, три года. Сколько, сколько вашему сыну? Может, 19 лет. 19. Я, когда был моложе его, я стоял у станка. Потому что у нас была средняя политехническая школа, в соответствии с того, что еще было у Ленина в программе. И мы должны были не 10 лет учиться, а 11. И вот в течение этих 11 лет, три последних года, мы должны были два дня в неделю работать на заводе. И вот сначала мы работали сборщиками на почтовой ящике 936, около электросилы, из электросилы. Потом мы работали, значит, короткое очень время от меня бросили слесарем работать. Ну, такой мощный, такой рабочий, мудрый. Посмотрел, как я пытаюсь все это сделать гладко. Такой кусок металла. Сказал, из вас слесарь не получится. И тогда меня, можно сказать, по вашему указанию бросили к станку. Но к маленькому станку, ну, к настоящему станку. Часовой станок, с помощью которого я делал подшипники для магнитофона Астра. А потом, летом я для того, чтобы заработать деньги для семьи, я месяц проработал подряд. Ну, и тогда, значит, получил 60 рублей для семьи. Из чего было ясно, что сильно много на такой работе не заработаешь. Но три года, это вот очень полезное для меня было воспитание. То есть, причем это были не учителя труда полупьяные, а это были нормальные, так сказать, рабочие на нормальном заводе военном, который делал, в том числе, бомбосбрасыватели. Это было видно на помойке этого завода. И, кстати, вот еще такой момент по поводу, что, если на производстве, там развиваться и все остальное прочее. Вот, например, вот то, о чем вы сами упоминали, что во время войны наша промышленность дала рост производительности труда, да, там, кратный. И, соответственно, смогла экономически победить. Какой кратный? Какой кратный-то? Ну, два раза, да, минимум. С 42-го по 44-й год. Да, да, да. Ну, и что, плохое? Ну, что характерно? Значит, на чем основан был рост производительности? На чем? На чем? Именно на низком образовании кадров. Это грязная клевета. Это не грязная клевета. Грязная клевета. Потому что, если бы вы спросили меня, на чем основан, я бы вам ответил, основанно на научной организации труда. Нет, не на научной организации труда. Производительность труда характеризуется, прежде всего, развитием средств производства. Вы элементарно и политэкономическую вещь не усвоили. Что слово средство производства, это то средство, которое человек устанавливает между собой и результатом труда, для того, чтобы получить этот результат. Поэтому главное в развитии производительности труда, это развитие средств производства. Вот средства производства у нас были развиты до такой степени, что мы смогли делать и танки Т-34, и автоматы прекрасные, и самолеты прекрасные. И по уровню научно-технического прогресса мы обогнали фашистскую Германию, крупнейшее империалистическое государство. А по количеству мы их обогнали только в 43-м году. Так, значит, социалистическое государство как полугосударство. Вот на этом мы остановились. Почему полу? Потому что так государство противоположный класс должно подавлять, а здесь противоположного класса нет. А противоположность есть. То есть есть противоположные действия. Есть действия, противоположные интересам рабочего класса. Со стороны кого? И со стороны колхозников, и со стороны работников аппарата, и со стороны интеллигенции некоторых представителей, и со стороны самих рабочих. Буржуазии других стран в том числе. И то, что со стороны буржуазии других стран, там это не полугосударство. Вот мы говорим, что почему мы говорим полугосударство, по той простой причине, что нам приходится осуществлять не только там функции защиты государства. Вот тут оно как всякое государство выступает. А нам надо осуществлять функции защиты правящего класса от тех, кто, даже не от тех, а от тех действий, которые противоположны интересам рабочего класса. От кого они смогут исходить? От самых разных представителей, самых разных слоев. И от кого бы они ни исходили, смысл диктатуры предприятия заключается в подавлении любых антигосударственных действий. Любых. Вот и все. Поэтому, скажем, вот Сталин говорил, что буржуазия сделала частную собственность священной и неприкосновенной. Вот если мы не сделаем общественную собственность священной и неприкосновенной, то мы не победим. А если сделаем священную и неприкосновенной общественную собственность, то мы победим. Ну и как мы это делали? И в том числе жесточайшими мерами по отношению к тем, кто хотел утащить, унести. И что делал Хрущев, например, сделал закон о мелких хищениях. До 50 рублей, так сказать, можете утащить сегодня, еще 50 завтра, еще 50 послезавтра. И вообще это не священно и неприкосновенно. Можно тащить. Не си рабочий каждый гость, ты здесь хозяин, а не гость. Так что это оттуда все идет. То есть это совершенно необходимо. И без этого у вас никакая диктатура претериата не повысила его производительность труда, потому что все бы разносили бы. Не говоря уже о том, а все то, что имелось у пролетарского государства, оно было направлено на развитие работника во всех видах. И рабочего, и инженера, и специалиста, производственника. На всех это распространялось. И ученых, и так далее. И мы по всем параметрам очень быстро развивались. И, с одной стороны, на развитие средств производства, в том числе и средств ведения войны. Это как бы отрицательное производство, средства уничтожения. Вот в этом отношении. И тут первенство было налицо и доказано. Но если это пологосударство, то, следовательно, задача состоит в чем? В том, чтобы государство, убрать совсем это государство. Или задача состоит в том, чтобы не было таких фактов, когда приходится применять принуждение государства. В чем смысл-то сдвижения к полному коммунизму? В том, чтобы убрать государство, сделать его общенародным? Или в том, чтобы убрать те попытки, противоречия не уберешь, а вот противоположные действия надо убирать. Надо их преследовать. Надо их предотвращать. В том числе путем принуждения. Потому что это государство. Принуждение по отношению к тем, кто нарушает общественную собственность, кто ее захватывает, или кто ее портит, или кто замедляет движение, оно при этом сохраняется. И только благодаря этому быстрее идет процесс уничтожения классов. То есть, чтобы уничтожить классы, то есть, чтобы быстрее шло стирание различий между городом и деревней, людьми физически, людьми умственным труда, необходимо применять классовое принуждение. Так? И наоборот. Не будете применять классовое принуждение, но другой класс будет применять принуждение. Что мы и получили в масштабах всей страны. И в масштабах вот такого крупного исторического отступления. Теперь переходим к последнему вопросу. А в какой форме-то вот надо государство может эту функцию выполнять? Для того, чтобы оно эту функцию выполняло, оно не должно отрываться от своей основы. Если это государство, диктатура предприятия, то оно прежде всего не должно отрываться от кого? От рабочих. От рабочих. От рабочих каких? Раз диктатуру предприятия, городских, фабрично-заводских, промышленных, рабочих. Поэтому в программе партии, восьмой, которая помещена в 38 томе полного собрания сочинений. Но она там помещена интересно. Значит, если вы будете читать работы Ленина, там ее нет. Если вы возьмете подготовительные материалы, там ее нет. Там есть проект. А вы приложение откройте. И вот в приложениях есть программа. И в этой программе записано, что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод-фабрика. У нас мысли, можно сказать, в нашей полемике, в общественной, вращается вокруг вопрос о том, по округам, по каким округам. Во-первых, если это идет производственная единица, это она никак не округ. Округ – это понятие территориальное. Не бывает промышленных округов. Бывает округа только территориальные. И если это у власти территориальный округ, он не может собрать людей для того, чтобы кого-то отозвать. Это практически нереально. И наоборот. Собрать завод, а его не надо весь собирать. Вот, скажем, в нашей с товарищем Казеновом книге, советая как форма государственной власти, приводится положение о выборах по производственным единицам. И там говорится, что на заводе надо собрать, чтобы выборы проходили, действительными считались, 37%. Почему? Ну, потому что сменная работа. Если сменная работа, значит, ну, это 33%, если делить на 3, да? Ну, кто-то может прийти еще, кроме той смены, которая есть. Значит, смена и еще кто-то. Это во-первых. А во-вторых, вполне представительно, если 37%, если одна смена так проголосовала, то и другие так проголосуют. Потому что такого разброса, как в интеллигентских коллективах нету на заводах, либо так считает коллектив, либо так, либо так. Поэтому это вполне показательно. 37%. А не надо было гордиться тем, что мы по округам можем мы собрать по территориальным, там, чуть ли не 100%. И что? А можете вы отозвать кого-нибудь? Разве важно, что человек наговорил, или важно, что он делает? Некоторые очень хорошо говорят, а потом плохо работают. Вы можете? А некоторые плохо говорят, не очень говорят, а потом работают очень хорошо. Так их надо там оставлять или отзывать? Как отозвать? Чтобы отозвать, была построена система, очень стройная. Тот самый завод, который выдвигал, а выдвижение осталось после 36-го года. Выдвижение осталось. И партия не могла вытянуть никому помимо. До Горбачевских перемен 89-го года, когда уже от друзей кино и филателлистов можно было бы кого-то выдвигать, то только производственные коллективы могли выдвигать. И если, скажем, мы хотим направить товарища Степана Степановича, мы должны его повезти на этот завод, если он не обязательно должен быть работником этого завода, любого человека, но все равно через завод. И этот человек, мы не очень его знаем, послушали, нам вроде понравилось, если что, отзовем. Он попадает потом в городской совет, потому что не прямая система, а двухступенчатая. И это единственный раз избрание депутата, он больше депутатом никаким не избирается. А второй раз он уже избирается делегатом, он избирается или не избирается. От этих советов какая-то часть избирается на съезд советов. И вот товарищ Самсоненко оказался, что он на съезде советов там выступает, решает. И все это соответствует тому, ради чего его туда послали. Его никто не собирается отзывать. А вот кого-то, того, кто тут красиво говорил и наобещал, вроде меня, вот оказалось, что когда он пришел туда наверх, оказалось, что он совсем другое стал делать, а никакого рычага вернуть его назад нет. А рычаг очень простой, собирается. Тот же самый заводской коллектив принимает решение отзыва. А он уже попал на съезд советов, и там избран вовцык. Но если он перестал быть депутатом, он вылетает отовсюду, возвращается назад и посылается товарищ Павлов как человек, слово и дело. И все. Простая и красивая система. Но уже в этом положении, которое было принято без Ленина в 1927 году, там есть, оно подписано Калининым, там есть такая сноска, что вот с этого уровня, с городского совета, можно направить на съезд советов и не депутата избранного в коллективе. То есть можно, а следовательно, уже никакой коллектив этого человека, который так попал на съезд советов, уже отозвать не может. Зачем такое было исключение сделано? Это говорит о том, что вот такого понимания глубокого этого вопроса, что это важнее, чем с чем человек выступает, что он заявляет, что он обещает. Важно, что он делает, потому что по делам их оценивать будете их. По делам. Вот эта оценка по делам означает, если соответствует его деятельность тому, что он обещал, он остается, если не соответствует. И вот собирается сие с советов и смотрят, смотрят, на меня нету. Хорошо, где Попов? А Попова отозвали. И все. И послали Бобинова. Если он будет хорошо работать, вас не отзовут. Так? Это ошибка или диверсия? Это ошибка. Кажестный интерес искать. Это ошибка. Это ошибка, это непонимание. И это непонимание связано с тем, что это такая непростая вещь. Даже я могу сказать так, что у нас в 89-м году началась кампания движения коммунистической инициативы. Фронт трудящийся продвигал эту идею о выборах через трудовые... Мы даже продвинули до того, что в двух районах Москвы такие выборы были проведены. И успешно. Но в двух районах это ничего не решило в масштабах всей страны. И вот товарищи, которые эту мысль подчеркивали, это профессор Сергеев, профессор Ельмеев, профессор Долгов. Они говорят, Миша, ты вот прочитал Ленина, посмотри у Ленина, что на эту тему есть. И я взял и сделал выборку из того, что есть у Ленина. И удивился, как я этого не заметил. Не заметил. Вот факт жизни. Вот тогда я обратил на это. С того времени мы на это время настаивали, обращаем внимание. Почему? Потому что вопрос выборов менее важный, чем вопрос отзыва. Если я могу только избрать, я не могу это звать, то не я хозяин. Не я руководитель, поэтому не рабочий класс тогда хозяин. А те, кто вышли мы все из народа, как нам вернуться в него. Вот в чем проблема. Так вот, мы берем советы, как органы расширения и участия трудящихся в управлении государством, дикатурой трятой, будем предполагать, что выборы должны быть по производственным единицам. И еще обратите внимание, что говорится в программе партии. Что основной избирательной единицей и основной ячейкой... Чего? Государства. Государство. Государство строится от завода, от фабрики, от предприятия. Является не территориальный уголок, а завод, фабрики. То есть дело не в выборах. А вообще это основная избирательная, основная ячейка государства. Без всяких производств. А? Нет, не коллектив, а производственная единица. А коллектив, может быть, коллектив художников. Что коллектив? Что коллектив? Коллектив собаководов, собаковедов. Единая целью взяты. Нет, нет. Нет, нет. Санкаретов не бывает. Ну вот вы, значит, не поняли того, что написано Лениным в Великом Почине. Несмотря на то, что это все вообще в мире связано, не надо тащить все. Не надо, надо выделять главное. И основное, и существенное. Вот главным в учении диктатуры Петриата является то, что только определенный класс, говорит Ленин, городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие. В состоянии, не потому что они не хотят, или не любят, или им не нравятся, а в состоянии практически руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. То есть вы же действуете в обществе, в котором вообще Бургазия правит. То есть за что зацепиться? Только за определенное устройство, так сказать, тех производственных единиц, которые коллективизм, то есть коммунистическое начало имеет в себе. И которое развивает буржуазия, помимо своей воли. А то, что вот у вас сейчас вот эти велосипедисты едут, пиццу возят, это же все рабочие. И что вы думаете, их можно организовать и куда-то направить? Да никогда вы их не организуете. Это же несчастные люди. Я все жду, когда рикши будут прокатиться. Должны же появиться велорикши. Уже есть, кстати, возят по дворцовой площади. Там можете сесть и вас прокатят, он крутит ногами. В велорикши тоже есть. Я раньше все долго смотрел, сейчас уже на голых кулаках кровь делаются. Сейчас мы как-то ножами ездим. Ну, а вы, наверное, не видели женские бои в грязи. Вот это картина. Там женщины дерутся, носы ломают. Так, так вот, какой вывод мы должны сделать? Что советы как раз приспособлены для того, чтобы отмирало государство. То есть оно ведь как отмирает? Как только все научатся управлять? Переодолеет это различие, что одни только управляют, а другие только подчиняются? То есть надо всех проводить через эту школу. А поэтому есть и второе положение в программе, которое тоже незаслуженно забывается. О нем как-то мало пишут. В дальнейшем при росте производительности труда, сокращение рабочего времени. Это вот в той программе, которую убрал Хрущев. Сокращение рабочего времени до шести часов с обязательством для каждого работника уделить два часа без особого вознаграждения ежедневно. Ежедневно. Не то, что вы иногда где-то когда-то участвуете в чем-то. Нет, не так. Два часа ежедневно. В обучении военному профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. То есть что предполагалось? Если вы хотите преодолеть классы, надо, чтобы каждый рабочий, и не только каждый рабочий, и вообще каждый трудящийся участвовал в деле управления. Каждый день не менее двух часов. А производительный труд на это время надо сократить. То есть на это использовать надо рост производительности труда, а не сокращение рабочих, что у нас пытаются сделать. Как только повысит производительность, сократить, еще повысит, еще сократить. Так тогда все труднее и труднее рабочему классу решить эту задачу, потому что ее численность сокращается. Поэтому рабочий класс должен упираться и требовать сокращения рабочего дня, а не сокращения рабочих. Так если производительность труда позволяет на два часа меньше работать, так что надо сделать? Надо, значит, взять и сократить. Нет, вместо этого увольняют. Ну, учитывая, что у нас две трети трудящихся не заняты производительным труде, так можно в третий раз сразу сократить рабочий день без всякого роста производительности труда. Без роста производительности труда нельзя сократить рабочий день. Вы все участвовали, и уже все работают по два часа в день, по три. Кто во всем участвовали? Они участвуют, они не участвуют в производительном труде. О чем вы говорите? Речь-то идет о том, чтобы люди, прежде всего кто? Трудящиеся. А вы берете тех людей, которые живут за счет рабочего класса. Которые сами негоматериальных влаг не производят. У вас они в центре внимания. А у вас в центре внимания должен быть, как у марксистов, тот класс, который является самым прогрессивным. Я говорю, как раз, а в том самом классе, чтобы он не обрывался, чтобы он работал, надо, чтобы все участвовали, работали. Вот чтобы все участвовали, надо, чтобы... Это нельзя сделать, если у рабочего класса не будет свободного времени для осуществления этой задачи. Ну, кто это будет осуществлять? Кто? Естественно, рабочего класса. Ну, кто это будет осуществлять? Это диктатура рабочего класса или диктатура профессоров? Как вы себе представляете? Профессоры вообще на работу не ходят. Они могут сидеть дома и писать книгу. В чем проблема? У нас нет такой проблемы. Даже сейчас, а сейчас тем более во время ковида, нам вообще сказали не ходите на работу. Вот я сегодня читал лекцию из дома конфликтологам. Полтора часа. А домашние вынуждены слушать, что я им читаю, подслушивать. Так, ну вот, собственно говоря, самые главные пункты, которые должны быть тут в этой теме рассмотрены, мы с вами разобрали. И такие узловые положения мы разобрали. Поэтому можем перейти к ответом на вопросы. Пожалуйста. Да. У меня два вопроса. Первый. Сейчас, ну, помню, сегодняшний, если не ошибаюсь, у людей, у населения вообще России, где-то долгов, почти 20 триллионов и 1 триллион по коммуналке. Мне просто интересно, а при, ну, как бы, социалистическом государстве, при диктатуре пролетариата, что будут делать с этими долгами? Ну, потому что они же пока не наступят расти еще. Ну, как вы думаете, что сделали с долгами колхозников, когда делали коллективный газ? Ну, я спрашиваю, что сделали с долгами? Мы же должны как-то думать, как опираться. У нас же, мы же не должны все выдумывать. Мы должны опираться уже на историю, как построение социализма. Что сделали с долгами, которые были у колхозников, которые были в Кабале? Не только в Кабале у капиталистов, но и должны были государству. Они нахватали много, как середники. Вот образуется колхоз. И что делали? Да, освобождали от долгов и все. Не просто так, не просто так, что мы вам деньги даем. Нет, вы освободите от долгов люди, они нормально работают через листа. Тогда может быть дополнительно много долгов? Конечно, может быть. Освободите от этих долгов. Почему эти долги? У кого они долги? У того, кто и так все забрал. Кому вы должны? К тому, кто забрал все у рабочих. Еще рабочие, там, трудящиеся оказались должны. Так, вот я у вас все деньги забрал, говорю, а теперь давайте кошелек. Потому что вам этот кошелек не нужен. А мне, я не смогу удержать, у меня кошелеков нет, чтобы удержать. Давайте его сюда и все. Это вообще мелочь, то, что вы сказали. Эти миллионы, это ерунда. Для страны это мелочь. Ничего. Я вам больше ради вопроса, что я пролозник, скорее, спросил. А второй вопрос... Ну, это трап. Да, второй вопрос еще хотел спросить. Получается, ну, в 93-м году при Ельце не был фашизм, получается, да? Что? В 93-м году при Ельце не был фашизм. Да, был. Вот. Тогда как бы, ну, фашизм же основывается, получается, на финансовом, капитале, так сказать, все-таки у нас есть? У вас есть, а у нас нет. У вас с американцами есть, а у нас с русскими нет. А, в смысле, что в 93-м году финансовый капитал не дашь, а американский? Конечно. Ну, а почему он должен только на родном? У нас не было родного такого финансового капитала. Значит, а вы из того, что у нас такого нет, делаете вывод не то, что это на американский, а что вообще у нас нет фашизма делал? Так что, не стреляли по Белому дому из танков? Нет, я говорю, что... Ну, как вас развернула так мысль, наоборот? Нет, я про другое, что если тогда как бы была основа для фашизма, то вопрос, куда она сейчас-то пропала? Она и сейчас есть. А, ну, почему... А что у нас мало... А вот эта вся навальнинская история, это все сторонники, так сказать, американского фашизма. Да почему, так сказать, вся Европа кричит за Навального? А почему? Он чей? Нет, ну, то есть, я говорю, все-таки не нашего родного американского, где я вот это разграничить и хотел, что у нас-то есть для нашего родного основы или нет. У нас? А вы что, не знаете, вы что, не знаете, у нас процент какой банковский? У нас можно кредит взять? Ну, у нас нет таких, у нас нет банков, которые дают такие проценты, на которые может развиваться промышленность. Нету таких. У нас есть, например, определенные фонды у Министерства промышленности и торговли, которые под пять процентов могут дать кредит. А если вы пойдете в банк, то сейчас опять стали повышать ключевую ставку, а значит, вы не можете получить от центробанка, если вы хозяйственник, даже буржуа, а вы должны обратиться в какой-то коммерческий банк. А коммерческие банки получают... За что они получают от этого самого, от центробанка? Они там от, по той ставке получают? Под четыре с половиной, да? А вам дают? А? Уже пять подняли. Еще подняли? Ну да, уже пять. А вам дают? Значит, под девять, под десять, а у вас? А то и тринадцать четырнадцать. А вы, если вы капиталисты, вы же, если получаете прибыль, у вас прибыль всего десять процентов. А как вы можете одиннадцать процентов отдать? Значит, это ваш последний долг. Поэтому у нас банк... Нет, у нас нет банков, которые в том смысле, что они не выполняют функцию развития капиталистического производства. А они... Есть банки, которые карманные просто финансовые операции осуществляют в интересах своих хозяев. Например, есть банк при «Газпроме», «Газпромгаз», «Газпромбанк». Он что, это вот «Газпромбанк» подчиняет себе «Газпромбанк» или «Газпром» подчиняет себе «Газпромбанк»? Ну, ясное дело, «Газпром». Ну, или, скажем, если у нас наш банк, а раньше это сберегательная касса, Сбер, значит, купил какое-то предприятие, купил и что, это значит, что он поднимает нашу промышленность по единичному масштабе. Речь идет о том, что вот есть капитал, который систематически финансирует развитие промышленности и руководит ею. Ведь финансовым капиталом называется не банковский, а такой банковский, который сросся с промышленным и руководит этим самым промышленным капиталом. Этой картины у нас нет на сегодняшний день. И нету, и не будет пока не установят ставки. Вот какую ставку во время ковида сделали в Соединенной Шархаме? Какую? А? Нет, нулевую. Нулевую. А в чем прибыль? В чем выгода государству? Как в чем? Значит, получают по нулевой ставке деньги. На эти деньги строят соответствующие предприятия и расширяют производство. После этого они получают прибыль. Эту прибыль государство от нее получают налоги. Чем быстрее расширяется производство, чем шире получают налоги. Вот из этих налогов оно дает снова кредит. И так далее идет развитие. А у нас идет деградация экономики. И то, что у нас идет деградация, это видно. Ну как, когда идет деградация, говорить, вот у нас финансовый капитал. У кого у нас финансовый капитал? Вот я и хотел значительно думать. Ну и тогда еще в процессе вопроса возникает. Наоборот, не может так получиться, что если ставка задрана так высоко, что они, наоборот, в качестве долгого забрали бы все эти предприятия. Ну и сделали то тот же самый. Не может это получиться, потому что у нас 70 процентов экономики государственной. Вообще, вы не принимаете во внимание структуру экономики России. 70 процентов, по данным Артемьева, который, значит, как у него комитет называется? Антимонопольный. Антимонопольный комитет дает данные. 70 процентов, госсектор. Значит, все остальное, это отдельные, отдельные капиталисты, штучные. И мы их штучные знаем, они все богатеют. Ну там сектор-то может быть и 70 процентов, а? Сектор-то может быть и 70 процентов формально, а Газпрома, дай Бог, четверть получить только доходы. Да опять вы о доходе. У нас госсектор обеспечивает оборонку и обеспечивает космос, а вы все опять доход, доход. Дело не в доходе, а в развитии средств производства. И в развитии производства. Производство, развитие средств производства, доходы. А вы мыслите, как обычный, так сказать, капиталист. Все время разговариваете о доходе. Забудьте об этом доходе. Никого этот не интересует доход. Интересует. Это интересует только таких вот, так сказать, людей, которые набивают себе машину. И вы вот на их стороне играете. Развитие средств производства происходит все равно из этих же оборотных средств. Правильно? Нет, неправильно. Развитие средств производства никогда из оборотных средств не производится. Оборотные средства по определению оборотных Ну, слава Богу, дали слово Марксу, наконец. Нет, давайте так, у нас ответы на вопросы, или будете опять вот эту всякую жвачку, которая ничего общего с наукой не имеет? У вас никакой идеи нет, ничего сейчас не излагается. У вас какой вопрос? Давайте задавайте вопрос, я буду на него отвечать. У нас университет, а не собрание, так сказать, на завалинке. Решите по лекции вопрос. Пожалуйста. Разрешаю. Спасибо. Нет, разрешите вас похвалить, товарищ преподаватель, разрешаю. Слушатель Бобинов. Вопрос следующий. Михаил Васильевич, как-то вот вы изложили в лекции, очень все легко получается, но есть какой-то изъян. У вас или у меня? У вас. Смотрите. Вам вине. Два момента вашей лекции. Сначала вы говорите, что было такое дело в программе, что давайте-ка 6 часов работаем, а 2 часа оставляем для развития свободного участия в управлении и в военном деле. Есть такое? Соответственно, если мы участвуем в управлении, участвуем все в управлении, и мы этому учимся в управлении, это так или иначе ведет к коллегиальности. Совершенно верно. Участие в управлении состоит в том, что вот этому человеку, в течение 2 часа участвует в управлении, он отвечает за определенный участок единолично. Почему это к коллегиальности? Как он может отвечать единолично, если это большой производственный коллектив? Мы не говорим о производственной единице, а мы говорим вот внутри. Коллектив большой, но в большом производственном коллективе есть звенья, в этих звеньях есть подразделения, и за эти подразделения он может отвечать. А так, можно подумать, что у нас нет таких начальников, которые занимаются производством вообще раз в месяц, а остальное время они водку пьют. Что вы говорите? Нет, нет, все равно, смотрите, собирается съезд, и приходят они к единому. Он же заниматься будет управлением на производстве, а не производством на производстве. Он будет заниматься не созданием материальных благ, а организацией производства, умственным трудом. Умственный труд предполагает, что он должен написать соответствующие документы, дать соответствующие приказы, и до следующего дня, он же каждый день это делает. Михаил Васильевич, если мы оттапимся от коллегиальности, идем аж на съезде к единоличию, и вот я единолично, я буду давить так или иначе. Мы не отказываемся от коллегиальности, мы отказываемся от коллегиальности. Товарищ Бобинов, вы пропустили важный пункт лекции. Возьмите 9-е съезд, вы считаете, там речь идет в хозяйственных вопросах, в хозяйственных, а не в политических, не в идеологических вопросах, а в хозяйственных вопросах. Единоличие должно присутствовать, а не коллегиальность. И все построено именно так. Нигде нет в министерстве, чтобы это коллегия решала. Коллегия может обсуждать, решить. Вот сейчас мы решили, и решением министра, решением министра это проводится в жизни. Но если у нас единица, она в советах производственная, и в производстве уже производная единица, и все. Если у нас единица, и коллегиальность это двигается, то, соответственно, мы это все перенесем и в политическую составляющую. Не составляю, я не знаю, кто это вы, если те вы перенесете, вы будете антипартийной группой. Нет, мы же перенесли, мы же уже не перенесли. Вы будете антипартийной группой, если вы перенесете. Это же случилось в нашей стране. И что, вы хотите повторить, что ли? Нет, может быть, в этом как раз ключе. Что? Почему мы отказались от Совета? Кто мы? Вы отказались? Вот, наконец-то, мы нашли виноватого. О, вот, вот, что у нас. А кто еще в вашей группе? Сталин. Сталин? Да. Сталин не отказался от Совета? Ну, а еще Конституцию 36. Ну, она не представляет собой отказаться этого. Она, так сказать, один момент в организации советской власти был преобразован в не лучшем образом. Но от Советов отказа не было. Но в итоге даже к этому случилось? В итоге ни один человек, в том числе и по предложению товарища Сталина, не мог быть сделан кандидатом в депутаты. Только производственный коллектив. Вот, если нужно, решил товарищ Сталин кого-то, так сказать, сделать кандидатом в депутаты для избрания, он должен приехать на завод и обратиться к этому коллективу. С предложением вот этого человека рекомендовать. Вот и все. Кто? Человек. Ну, вот коллектив, раз его не знает, значит, он его и не рекомендует. Мне не выгодно, вот мне как руководителю, если я правду идти наличную, у меня сразу появляются, и тут появляются какие-то люди, которые лезут тут со своими советами, научились там чего-то. Слушайте, все, сидите вы там. Я вас просто всех задвину, просто уже по-своему, так сказать, я просто устал от вас от всех. Идите вы все со своими лозунгами. Вот и чувствуется, что вы сейчас боретесь вот с теми, которые так делают, а как только их поборете, так и начнете сами так делать. Спасибо за чистосердечное признание. Я просто рассказываю, пусть будет даже, пусть вот ваше утверждение там, не принципиально. Вопрос в следующем. У меня предметально. Мы берем производственную единицу, это не... В производственной единице есть сам по себе коллектив. В этом коллективе есть. Нет, нет. Производственная единица не есть сам по себе коллектив. Да. Это неверно, то, что вы сказали. Это не коллектив. Коллектив — это одно, а производственная единица — это другое. Это другое. Да. Ну, я просто не говорю, а я говорю уже, мы спускаемся и рассматриваем уже эту производственную единицу. Ну, рассматриваем. Это коллектив. Вот это неверно, то, что вы сказали. Производственная единица – не коллектив. Не коллектив. Горшок с кашей – это не каша без горшка. А у вас это значит, так я вам горшок на стол, а кашу я могу вывалить вам на лысину. Видите разницу, нет? Горячую причем? Вы просили? А как вы думаете? Надо все конкретно и по месту. А что, вот смотрите, вот, пожалуйста, товарищ Павлович, вот он смахнет и все, а вы тут сразу горячо будете. Ну как это можно взять, а то есть здесь видеть производственный коллектив и просто и производство? Ну производство есть, производственная единица, она включает в себя много всяких сторон. Это что такое? Это кооперация, а вовсе не коллектив. А в нем есть коллектив. А что такое кооперация? В масштабах чего? Страны? Нет, не почему в масштабах страны. Вообще, что такое кооперация? Определение кооперации. Хорошо, я просто говорю о людях, хорошо. Нет, не люди, кооперации. Дайте определение. Я не дам определение. А я дам. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. А раз планомерно, то вот за выполнение плана должна быть персональная ответственность, а никакие неколлегальные изменения тут не годятся. Вот вы составили производственный план, и вот это должно быть выполнено, и никаких отступлений от этого плана быть не должно, если не будет принято другое решение. А если решение, значит, принимаете вы, а другой отменяет это решение, потом коллеги, вот ничего не пойдет, все прозвалится. Это именно речь идет о производственной единице, и не надо это подменять производственным коллективам. Следующий вопрос. Результат. Вы меня не слышите. Напишу статью. Напишите статью. Я ее не рекомендую к публикации. Ну нет, я напишу, и вам хорошо. Хорошо. Так, еще какие вопросы? Ну как, надо различать это, так сказать. Но это все равно, что вы не берете форма содержательная или нет? Я не об этом. Григорий Вячеславович, форма содержательная. Вы берете содержание без формы. Оно без содержания, без формы, бесформенно. И безобразно. Нельзя, нельзя брать просто коллектив. А надо брать производственную единицу. Потому что именно производство сплачивает этот коллектив. Именно его поднимает, в том числе и в научном отношении, и в образовательном отношении, и в дисциплинарном отношении. А это связано с выполнением задачи и строгим исполнением принятых решений. Вот решения могут обсуждаться. Есть решения на уровне страны. План обсуждается народного хозяйства верховным съездом депутатов. Сначала он обсуждается Центральным комитетом и съездом партии. Потом он обсуждается съездом депутатов всероссийским, всесоюзным. Но когда он уже разделен по предприятиям, его надо исполнять, а не заниматься обсуждением. А вы хотите вот тут как раз и заняться этим обсуждением, что вот и осуждено было в Девятом съездом. Там про вас написано все. Девятый съезд, только ПП. Почитайте. Так в ней написано. Бобинов вот так он хочет подобрать. Вопрос от Елены. Общество из одних Люмпенов – это коммунизм? Что? Общество из одних Люмпенов – это коммунизм? Это чья точка зрения? Это Елена у вас спрашивает. Я думаю, это надо превратить в утверждение и оставить это фамилию автора. Даже и вопрос такой ставить нельзя. Общество Люмпенов – это Люмпены, взятые россыпью. Общества Люмпенов нет. Где такое общество Люмпенов? Люмпены могут быть только в другом обществе. В каком? В эксплуататорском. Поэтому никакого общества Люмпенов не бывает. И они не способны к организации Люмпены. Люмпены – это кто такие? Это люди, выбитые из всякого производства, не имеющие своих средств существования, живущие на податчике. Если кто их покормит, это и умирающие, если никто их не покормит. Поэтому коммунизм. Видите, но общественная собственность на средства производства. Да, да, прежде всего. Вопрос от Рашида. В современном цифровом обществе как можно разжечь социальную революцию? Я всегда думал, что общество состоит из людей. В вашем обществе общество состоит из цифр. Что значит цифровое общество? Вообще-то общество человеческое, а не цифровое. Если я ем гречневую кашу, не значит, что у меня гречневое общество. Ел гречневую кашу, использовал цифры. И что? Почему оно общество цифровое? С какой стати? То есть люди хотят, буржуазих, хочет зачеркнуть деление на капиталистическое общество, социалистическое общество. Говорят, цифровое. Интернет-общество. А общество не очень проходит. Сообщество тогда. Интернет-сообщество. Уже не общество, а сообщество. А общество разве не со? Общество и так предполагает совместные действия. Правда какие-то? А что такое сообщество? А это же наоборот. Кого-то очистили, и вот те, кто выходит в интернет, это, дескать, особое сообщество. А управляет этим, это кто? Этим сообществом. Ну, кто у кого соответствующие ключевые звенья во всей этой системе, во всей этой паутине. И делают из этого большие деньги, как известно. И везде, что бы вы ни делали, даже всякие коммунистические ролики сделайте, вам сунут рекламу какую-нибудь дрянь. Вначале, чтобы вы тоже в этом участвовали. Раз уж хорошие, вам смотрят, хорошо выступили, товарищ Бабин. Мыло будете пропагандировать. Но не вы сами, вам просто привесят. Привесят. У вас же хорошие ролики, пользуются успехом. Значит, надо на них навесить рекламу. Интернет-сообщество так решило. Вопрос от Маркова. Почему мы пока не видим примеров самоорганизации производственных коллективов? Я не знаю, почему вы не видите. Это вопрос вам к себе. Это вы как бы сами себе задаете вопрос, риторический. Ну и отвечайте на него сами. Я лично много вижу таких примеров. И если вы хотите эти примеры, послушайте красные радио фонда Рабочая Академия. Зайдите на ресурсы, на видеоканал фонда Рабочая Академия. Вот у нас сидит, например, председатель инициативного комитета. Профсоюзных организаций, первичных профсоюзных организаций, да, и трудовых коллективов. Товарищ Бубинов. Вот он вам может рассказать много об этом. Он в курсе дела. Он и рассказывает. Но вы не смотрите Бубинова. Смотрите Бубинова, и вы будете знать это. Вы видите, которые записали статью, не было исключено. Исключено из партии? Да, конечно. Этот вопрос еще никто не поднимал. Посмотрим. Но вы еще подождите. Такое дело. Были люди, знаете. А за что расстреливают дело? Не знаю. А вот, между прочим, к вопросу самоорганизации. Самоорганизация в любом коллективе, особенно в рабочем, она достаточно высокая, и капиталисты этим тоже пользуются. Есть целое такое направление, так называемое, голубые компании, но только не в этом. А вы вот такой вывод сделали, что достаточно высокая самоорганизация в любом коллективе. Откуда вы взяли? Она же очень высокая. Так способность или самоорганизация высокая? Самоорганизация высокая у людей. Нет, способность действительно высокая. А насчет самоорганизации, это чтобы не работать. Можно такой вывод сделать, чтобы только не работать и не поднимать эту самоорганизацию. Где это вы видели высокую самоорганизацию? Скажите, пожалуйста. Назовите, на каком предприятии вы считаете высокой самоорганизацией рабочих? Назовите, раз вы знаете, вы отвечаете. В частных компаниях есть целое направление. Да не надо в частных компаниях, направление не надо. Назовите мне одну организацию, где высокая самоорганизация работников. Мы говорим с вами о фабрично-заводских организациях. Что вы нам хотите, частные компании, сделать объектом рассмотрения? Я думаю, не надо на них отвлекаться. На мелкие частные компании, какие-то где-то с кем-то родственников собрал, знакомых, и что-то там у них какая-то самоорганизация есть. Ну назовите такой завод или фабрику в России, где вы считаете, что высокая самоорганизация рабочих. Ну назовите. Низкая самоорганизация, конечно. Ну вот, начали за здоровье, окончили за упокой. Ну так что за самоорганизация, когда за свои права. Значит, самоорганизация состоит в том, чтобы бороться за интересы капиталистов. Понятно. Хорошая самоорганизация. Капиталисты приветствуют такую самоорганизацию. У людей... За свои, говорится, права не могут бороться. К сожалению, самоорганизация... Ну, вот и вы ответили. Вот вы ответили. Это посущная проблема. Да. Ее перед собой когда они ее видят, они вполне себе самоорганизуют. Да. Да видят ее многие проблемы, видят очень многие, а решать их очень немногие могут. Видеть проблему, решить ее, видеть какое-то огромное пространство и перелететь через это пространство это большая разница. Хорошо. Давайте поблагодарим всех участвующих. Благодарим и тех, кто нам задавал вопросы, и тех, кто смотрит. Да. И тех, кто заинтересован в обучении в Красном университете. Тех, кто преподавался в лекции. Да. А тех, кто преподавал сегодня лекцию, тоже не забудем. Да. Да. Хорошо. Спасибо. 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 Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok